Портал — это невидимое присутствие Сына Божьего, как двери из невидимого в видимое. Вы можете дырку в небе сделать прямо у вас в комнате. Запомните, друзья, Высшая Небесная Реальность — это скиния, где Бог посреди людей. Я верю всем сердцем, что именно такой подход позволит многим людям явным образом сталкиваться с Сыном Божьим. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, драгоценный белорусский дар! Небесная цивилизация, которая здесь и сейчас. Всем привет! Так и хочется спросить. Небесная цивилизация здесь? И мы таки прямо слышим в своих ушах и в своем духе, как множество тысяч голосов отвечают здесь. Друзья, на самом деле мы очень рады этим вечером. Это наше уже приветствие такое фирменное. А у нас есть несколько фирменных таких, так сказать, фирменных вещей. Это наше приветствие, небесная цивилизация. Здесь мы там спрашиваем духи, рожденные от духа и так далее. А еще одно — это наш любимый флешмоб. Хорошо, хорошо, слава Богу, хорошо. Я думаю, что мы сегодня в эфире не будем его танцевать, если только в духе. Чего бы мне станцевать в эфире? Тут повылетают микрофоны эти, петлицы там и так далее. Друзья, приветствуем вас в нашей домашней обстановке. Мы сегодня, у нас сегодня открытие курса «Домашние порталы». Я очень рад, я уверен, что после этого эфира еще будет множество желающих записаться на этот курс. Это у нас, какой у нас поток уже? Это у нас пятый поток. Это у нас пятый поток. Мы уже год проводим этот курс с периодичностью. И он благословил ни много ни мало тысячи людей, тысячи сынов Божьих. Мне особенно приятно, когда вы присылаете ответы уже на нужды, которые когда-то были нуждами, а стали свидетельствами, именно применяя то знание, которое вы получили на домашних порталах. У нас просто умножились, даже это не касается именно ходатайственного курса, о котором мы еще немножко скажем позже, просто умножились ряды наших ходатайев, потому что они увидели, как это работает, и они захотели быть ответом на нужды других людей. Это очень-очень-очень и впечатляет, и окрыляет, и дает желание не останавливаться. Поэтому спасибо, друзья. Да, спасибо, друзья. Знаете, сегодня уже год спустя, после того, как мы первый раз запустили этот курс, мы уже можем хоть о чем-то говорить. Потому что, знаете, выходят новые школы, новые курсы. Далеко не каждая школа и далеко не каждый курс готов, знаете, предъявить плоды своего существования, что называется, своего явления. Для того, чтобы какое-то действие, оно, знаете, как обросло плодами и подтвердило свое право на жизнь, что называется, это должно пройти чуть-чуть времени. Конечно, мы еще будем много-много собирать этих плодов, но уже за год мы увидели, как это сработало. Самый главный плод, друзья мои, что этот курс, он открыл нам силу объединенной молитвы. Мы сегодня будем чуть-чуть этого касаться, но многие слушатели, они прямо с таким удовольствием, с ожиданием стали сходиться, образовывать молитвенные очаги, такие порталы, как мы говорим, да, и увидели вот работу этих замечательных, духовных, славных принципов Царства Божьего. И в этом-то и вся и сила. Но мы еще к этому вернемся. Я просто хочу, чтобы сейчас Олечка сделала несколько объявлений. Да, я хочу начать, ну, как этот блок объявлений с радостной новостью. По вашим большим многочисленным просьбам мы решили, что именно на этот пятый поток домашних порталов, всех опоздунов, всех, кто не успел, те, кто неприлежно учился или не конспектировал, вы писали, я вам серьезно говорила, что нет, мы не будем давать возможность повторно учиться, но вас очень много, и ваших прость очень много, поэтому отец услышал ваш вог. Кто любит вот эти знаки, цифры, друзья, пятый поток, пять – это благодать. И мы решили прямо, что вот… Вот оно что, отец расположил наши сердца, и именно этот пятый поток, любой желающий, учились вы на первом, на втором, на третьем или на четвертом потоке домашних порталов, вы можете пройти их заново? Да, у нас обычное правило, что повторно курс можно пройти только если ты уже в качестве тренера, то есть у тебя есть два твоих ученика, что ли, да, ну или как два человека, которых ты опекаешь, и с ними можно в качестве наставника проходить второй раз курс. Но этот благодатный поток, особо благодатный, пятый поток курса домашних порталов, любой, кто не успел, опоздал, по какой-то причине записался и не прошел, вот за этот год вы можете подать свою заявочку в нашу техническую поддержку, поддержку, техподдержку и пройти этот курс полностью, но в этот раз уже проходите нормально. И именно после этого, пятого потока, наконец-то выйдет тринадцатый урок для всех, кто проходил домашние порталы, в любое время выйдет тринадцатый урок, он бонусный, его нет в общей программе курса, для всех выпускников курса домашние порталы, так что это тоже наш сюрприз. Халлилуйя! Надеюсь, этого сюрприза не придется ждать еще год. Как раз получится обещанного, два года ждут. Говорят, три года, а тут год всего лишь. Ну, в общем, тринадцатый урок, он будет, и он будет именно после этого пятого потока. Также хочу напомнить, что через три недели буквально стартанет ходатайственный курс, о котором мы уже сказали. То есть, если ты чувствуешь, или просто у тебя есть желание, ты любишь это делать, или ты просто хочешь на самом деле быть успешным человеком, успешным, чтобы твой успех был очевидным для многих, этот курс, конечно же, для себя. Кроме того, что ты сможешь помогать другим людям, ты сможешь полностью навести порядок в своей жизни, так скажем, войти на новый уровень. И это не какие-то пустые голословные слова, это на самом деле, я делаю такие выводы из ваших свидетельств. Поэтому, дорогие, записывайтесь обязательно, вы не пожалеете в сто процентов. Этот курс, он просто бомба. Мы к этому еще вернемся. Что ты хотела сказать? Может, это курс, это бомба? Особенно. Особенно для религии, или если ты всегда считал, что молитва – это что-то неинтересное, скучное, ты засыпал или не знал, о чем молиться больше, чем две минуты, это вот курс конкретно для тебя. И также я советую, друзья, во-первых, ходатайственный курс, мы еще будем о нем говорить позже, потому что сегодня открытие у нас в домашних порталах, но ходатайственный курс наиболее оптимально проходить тем, кто прошел первые два – созерцание, курс созерцательной жизни и домашние порталы, потому что ходатайственный курс он будет уже использовать инструменты с первых двух для умножения владычества. То есть мы говорим сегодня о ходатайстве как об умножении владычества с престола. И там уже нужно будет оперировать тем, что вы получите на первых двух курсах уже легко. То есть не вспоминать по конспекту, смотреть, что ж такое, например, огненный портал или что-то такое. То есть мгновенно, чтобы это было тебе ясно. И, друзья, я хочу сказать, что вот на исходе уже практически этого года, 2021, вот серия курс созерцательной жизни, курс домашние порталы и курс ходатайственный, это вот такая серия наших курсов, которая нам поможет, да, и всем, кто сейчас учится, поможет входить, что называется, в новую славу. Потому что, как я уже говорил в предыдущих видео, сейчас особое время. Сегодня мы движемся в такой славе, друзья, что я говорил в предыдущих видео, что сейчас вот это время порога, перехода из одной славы в другую. Именно для небесной цивилизации, всех, кто с нами движется. Вы можете видеть это сами. И вот эти три курса, значит, курс созерцательной жизни, курс домашние порталы, ходатайственный курс, которые сейчас идут один за одним, они нам помогут, что называется, помогут такую подвести черту и двигаться дальше, двинуться дальше в практических вещах. Потому что нас ожидает очень много расширения, очень много умножения владычества, влияния. Мы собираемся это делать все вместе. Наше движение, оно, знаете, такое классное и характеризуется тем, что мы друг другу помогаем, мы друг друга ждем. То, о чем очень часто мы говорим как раз в курсе домашние порталы. И мы собираемся выступить далее, мощно, победоносно, все вместе, чтобы не было, знаете, отстающих, кто-то там убежал, улетел вперед. Мы друг другу помогаем. Поэтому надо сейчас, чтобы каждый из нас имел на вооружении вот эти три курса. Поэтому еще раз говорю, что если вы не успели по какой-то причине, плохо прошли, не успели пройти курс домашние порталы, это курс не для того, чтобы просто открыть домашнюю группу, как кто-то думает. Я знаю, что есть такие люди, они думают, что курс домашние порталы это для домашней группы. На самом деле нет. Я буду еще говорить сегодня вообще об этом курсе, поэтому мы услышим. И я вас призываю всех закончить все эти три курса, потому что это то, что помогает нам оперировать в мире Сына Божьего. Мир Сына Божьего, он включает в себя и видимое, и невидимое. По сути, для Сына Божьего вообще нет ничего невидимого из-за его природы, из-за нашей с вами природы, ничто не сокрыто от наших очей. Ничто не сокрыто от очей, это означает, нету никакой преграды видеть. Есть только одно желание возвести очи и видеть. Помните, когда Иисус, Он говорил, что вы говорите, время нас отделяет от жатвы, Он говорит, не время отделяет. От жатвы тебя, от видения жатвы отделяет тебя только века твоих глаз. Возвести очи и посмотреть. Поэтому я вас призываю, пускай у вас на вооружении будет все три курса. Я думаю, что ближе к Новому году, и дальше у нас вообще начнется бомбическое время. Вау, я в предвкушении. Да, и поэтому, друзья, я не знаю, может быть, мы до понедельника дадим время, да? Слушайте внимательно. До понедельника, 12 часов дня, у вас есть возможность пройти повторно курс домашнего портала. Точнее, не пройти, а зарегистрироваться. Успеть зарегистрироваться. Для этого пишите на любой телефон в техподдержку. Я думаю, сейчас админ, он в этот общий чат, там, где вы нас из смеха пулемета поддерживали, расстреляли всех кисломордых. И вот мы в эфире, и народ так радуется и ликует, наверное, вот даже ради этого. Я вам скажу, как было. Прервалась, значит, трансляция. Я говорю, давай сделаем запись, потом выложим. И Олечка, она проявила такую мега веру по вашим молитвам. Она говорит, нет, люди ждут, давай в прямую трансляцию. И вот мы с вами. Аллилуйя. Поэтому пишите в техподдержку и пишите лучше в Вайбер, друзья. Если у кого-то по какой-то причине до сих пор нет Вайбера, его нужно обязательным образом скачать. Потому что все общение, все обсуждения, все вопросы, они задаются в этом чате, там, где вы были на предварительной регистрации, которая называется курс «Домашние порталы. Поток 5». Вот, поэтому пишите сразу на Вайбер, не пишите на WhatsApp и Telegram, я все равно вас буду переадресовывать на Вайбер. И поэтому в этот понедельник по расписанию вы получите свой долгожданный первый урок и начнете обучение. И поэтому изначально отнеситесь к этому обучению очень серьезно, потому что это ваша жизнь на самом деле. Вот, поэтому не ищите сейчас у себя в личном кабинете этого урока. Этот урок выходит в понедельник. Так, в понедельник. Да, в понедельник. Так же хочу сказать, что мы сейчас находимся в Одессе, и у вас, у всех, кто живет близко или сильно по нам соскучился, что готов приехать в Одессе, мы будем в прямом эфире встречаться в это воскресенье в 12 дня. Надо уточнить, мы будем встречаться физически в Одессе, у нас будет вечеринка, и она будет проходиться в онлайн, в прямом эфире. Кто-то не сможет, если приехать, вы можете нас смотреть. Но вообще-то, все одесситы, Одесская область, особенно я к вам обращаюсь, приходите, будет служение, я хочу делать наделение, то есть для служения. Мы, когда у нас было уединение в Одессе, я не успел это сделать, потому что была очень большая линия на исцеление, там почти 5 часов мы молились, 5 часов служения длилось, и я не успел сделать это наделение, я хочу высвобождать наделение на служение, это будет особое время. Поэтому, если ты хочешь, ты можешь приехать, даже независимо от Одессы, Одесская область, может даже издалека приехать, но особенно Одесса, Одесская область, это для вас, вот реально это собрание, оно для вас. Изначально задумка была такая, я сказал, я хочу встретиться с Одесситами, пообщаться. И эта идея, как всегда, была как семя, которое уже начало вырастать, привлекая многих птиц под свою крону. Поэтому приходите, дорогие друзья, зажжем там. В общем, планировали просто встречу друзей, все это выросло. Ну, это и будет встреча друзей, все равно. У нас любая встреча, это встреча друзей, будто уединение, конференция, потому что мы любим друг друга, здесь-то небеса, все небесные пирожочки, арбузики, изюмчики, и так далее. Вот. И вечеринка, поэтому приходите обязательно, она будет по тому же адресу, где было у нас в уединении, поэтому вы не заблудитесь, потому что знаете это место. как передавали нам, что одна сестра спрашивала за дресс-код, раз вечеринка, значит, надо вечернем платье приходить. Ну, это больше, конечно же, за духовное. Вечеринки разные бывают, есть там пенная вечеринка, там не надо вечеринка. Хэллоуин, когда там у нас будет. Хэллоуин? Нет, это не наш праздник. Это вечеринка, но не наша. Мы просто думали подразнить, взять себе тыкву, такие глаза сделать, потом раздавить ее в конце, да, что-нибудь вроде этого. Да. Друзья, короче, вход свободный, никакая там регистрация не надо, просто приходите, и, ну, дресс-кода особого не будет, просто оденьтесь, нарядно, хорошее настроение, и... Аллилуйя. Да, и, конечно же, мы хотим объявить, те, кто еще не слышал, что уже в следующие выходные у нас уединение в Нур-Султане, то есть это Казахстан, бывший Астана, и через неделю мы будем в Алма-Ате, поэтому если вы имеете там друзей, близких, родственников, обязательно им сообщите, можете написать Нур-Жамал, можете написать мне, мы вас ориентируем, не бросим, это будет очень крутое время, в прошлом году мы были, проводили там уединение, оно было реально очень необычным, очень сильным, да, ты помнишь, как это все было? Да, да. Очень много было свидетельств, особенно освобождение в субботу, почему-то у нас вот по субботам люди любят освобождаться, ну, расчехлились, доверились, и как бы процессы всякие начинают, поэтому, друзья, обязательно передавайте, делитесь этой благой новостью для своих родных и близких. Я вам скажу, друзья, вот все, кто живет в окрестных странах, 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 Казахстана, если вы можете приезжать, но уединение приезжать, я вот реально верю, что это будет особое время, судя по шевелению, которое там поднялось, я вас немножко насмешу, скажу, что, во-первых, есть там люди, которые, знаете, религиозные, которые очень не хотят, чтобы там были, и они уже там делают целые рассылки, они там целые письма, они там уже обзванивают людей, и, знаете, люди, они такие люди, что они берут иногда скрины этих рассылок и присылают нам. Я вам хочу даже одну зачитать, что вы сами посмеете. Небесная цивилизация, вы должны просто знать, что о вас думают. Это, знаете, вот как Бог, он большой юморист. Когда-то, когда Гидеону нужно было выступить, тоже сделать определенное завоевание, умножение владычества, он говорит, ну, чтобы ты был посмелее чуть-чуть, говорит, я хочу тебе показать, что про тебя враги говорят. И он так говорит, вот прийти сюда, ухо так приложи и слушай. И вы помните, эту историю, он пришел, а те такие, да Гидеон, это вообще, да он там, и такие какие-то слухи. Короче, смысл в чем? Что у Гидеона не было столько сил, сколько думали эти люди. И они о нем говорили, Гидеон сам прозревал, что он такой. И вот я вам хочу зачитать прямо, друзья, небесная цивилизация, это о вас такое говорят. Это не обо мне, это о вас, о всех. Не буду называть названия этих общин, церквей, миссий, там целое, короче, они рассылки делают. Но вот одно из писем. Доброе утро, дорогие друзья. В дополнение к информации последователи этого течения, то есть нас с вами, последователи этого течения, ходят по кладбищу, якобы молятся за умерших, подробности не знают. То есть они не знают подробности, но плохое движение. Не ходите по кладбищу. А также вызывают духи умерших. Входят в разум людей, чтобы изменить их мышление. Говорят, что молиться по Отче наш уже не надо. Называют кисломордами тех, кто отвергает их движение. Говорят, что они боги. Будьте внимательны к пасторам, которых вы слушаете. Важно читать Слово Божие и жить по слову. Я такой думаю, знаете, вы представляете, что про вас думают? Говорят, важно читать Слово и жить по слову. А выше они перечислили все, что надо делать вообще-то, живя по слову. Воскрешать мертвых. Друзья, я не знаю, может кто-то из вас и ходил по кладбищу, вызывая там из земли умерших. Я еще пока этого не делал. но действительно в нашем движении верят, что однажды настанет такой день, когда мы и это сможем делать. Может, если кто-то и ходил по кладбищу и вызывал там родственников к жизни, это ваша вера, ваше дело. Я ничего против не имею. Но смотрите, вы видите, они говорят, что мы входим в разум людей, чтобы изменить их мышление. Они говорят, они называют себя богами. Но это правда, да, мы действительно это делаем. Дело в том, что мы себя не просто называем, мы и являемся тем, о чем здесь написано. Ну вот насчет того, что мы называем кисломордами тех, кто нас не принимает, это неправда. Это неправда. Мы их не называем, они такие есть. Я шучу, я шучу, друзья, я шучу. На самом деле кисломорда это дух, это нечистый дух, демон. Вы где-нибудь видели радостного беса, я не видел ни разу. Даже демоны, которые ржут, смеются, они не радостные. Это злые духи, которые хохочут. Это вот это хохот демонический. Но на самом деле радостных демонов не существует. Потому что радость это природа сына божьего. Это природа отца. Со всеми вытекающими последствиями. Поэтому Казахстан, мы я сегодня это говорю к тому, что мы едем, мы хотим послужить множеству людей. И судя вот по этому движению, знаете, как происходит? Судя по этому движению, на самом деле что-то будет, что-то будет классное. очень рассмешилка наших. Друзья, я вас так люблю вас смешить вообще. На самом деле отец написано посмеется. Господь посмеется. Он поругается просто. Выставить написано на посмешище всех врагов. Я уже не хотел говорить, так же и угрозы мне уже поступали. Я даже воли не говорил. Мне уже писали, что мы с вами и то, и это. Слушайте, уймитесь, если вы меня слышите, и утритесь. Вы ничего не сделаете. А даже если вы что-нибудь и сделаете, то хуже только вам. Амин. Да, да, да. Итак, друзья, вообще все класс. Небесная цивилизация, вы должны знать, вас боятся. Одно только это должно тебя просто окрылить, вдохновить. Меня всегда вот эти ситуации, когда вот такие вещи происходят, они меня заводят. Прям так заводят. Наша вообще природа это идти на вызов. Ну так, есть вызов. Ну хорошо. Помните, когда пришли за Иисусом в Евсимале, он вышел им навстречу и говорит, вот я, вы меня ищите. Вот так должен поступать Боже Сыне. Амин. Независимо от последствий. И мы так будем делать. У тебя еще есть объявление? Все. Точно все? Да. Точно? Хорошо. Итак, друзья, я хочу сейчас, чтобы мы помолились, мы сейчас будем молиться, и эта молитва будет связана с разумом, с открытыми глазами, с течением света, через вас, для того, чтобы вы могли воспринимать то, что я сегодня буду говорить. Потому что этим посланием, которое я скажу, оно будет очень короткое, этим посланием я хочу возбудить чистый смысл, потому что то, что мы говорим на курсе домашней порталы, оно сейчас станет буквально во главу угла. Оно нам очень понадобится в дальнейшем нашем движении, в дальнейшем нашем течении. Поэтому просто подставь сейчас свой разум, позволь своим глазам сейчас открыться, наполниться светом, прямо скажи, что животворящий Божий свет я принимаю в свой разум сейчас. Просто закрой сейчас свои глаза, я хочу, чтобы ты видел свет. Животворящий Божий свет, животворящий свет из глаз отца. Аллилуйя, отец, я благодарю тебя. Отец, я благодарю тебя. Отец, я высвобождаю это просвещение твоим светом на разум каждого. Отец, я благодарю тебя, что прямо сейчас твой свет наполняет разум. я благодарю тебя, что твой свет сейчас наполняет очи сердца, просвещая и открывая глаза. Я благодарю тебя, отец, что прямо сейчас глаза открываются и око сознания начинает проводить этот свет в тело, начинает наполнять тело светом. я благодарю тебя, что тело меняется сейчас, преображается, как на этой высокой горе, на которую ты поместил нас. За это высокое место твоей славы, отец, я благодарю тебя, что ты собрал нас в этом высоком месте твоего могущества и власти. Дух премудрости и откровения сейчас течет на сознание. Дух премудрости и откровения сейчас обитает в сознании. Это свет, который позволяет видеть невидимое, воплощать невидимое, открывать невидимое, открывать мир Сына Божьего и оперировать в Нем. Помазание течет. Помазание течет. Я сейчас хочу помолиться за разум, чтобы все блоки, боли, физические проблемы с головой, если есть атака духа безумия, расстройство памяти, если с вами рядом есть такие люди, возложите на них руки, если вы услышали из перечисленного что-то относящееся к вам также, положите руки себе на голову, я чувствую сильное помазание сейчас на разрушение контроля на разуме, если вы подозреваете что ваш разум атакован или есть какая-то проблема с мышлением, просто положите на голову руки, я молюсь за вас сейчас, помазание расторгает всякое ярмо на разуме, я сейчас вижу такое видение как будто на голове было как будто половинка такого ореха, ну это как скорлупа какая-то на разуме и произошел раскол, и сейчас эта расщелина она увеличивается, свет проникает прямо в голову очень сильно, вы можете чувствовать прямо в сердцевине своего мозга такое температурное воздействие прямо как будто горячее, как будто огонь, как будто нагревается там в голове сейчас, это сгорают твердыни, это божий свет, он наполняет твои мозги, твое сознание, физически прямо головной мозг, отец я благодарю тебя, благодарю тебя, дух премудрости откровения, свет, 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 отец спасибо, 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 еще, еще, продолжается это течение на разум, отец, глаза открываются, через то, что вы сейчас переживаете в своем сознании, исцеляется ваше тело, я вижу, как из сознания прямо свет наполняет тело, тело наполняется, и отец, я благодарю тебя, я благодарю тебя за то, что эти головные боли, кошмары, кошмары, всякое поражение мозга, плохое кровоснабжение, метастазы в голове, они сейчас просто уходят, все, что причиняет голове, сознанию, мозгу, страдания, уходит, и помазание твое прямо сейчас, оно наполняет это место, наполняет сознание, отец, я благодарю тебя, она и скажет. Я видела такой образ, как будто в районе виска, прямо как был убран такой шип, как от розы, только он такой здоровенный, и у меня такое понимание, что это именно связано с головными болями, такими как мигрени, просто принимайте свое исцеление, свою свободу, халлилюя, халлилюя, я также еще видела состояние некоторых людей, мне был показан такой образ, как лимон, который когда теряет сок, он становится такой кожаный весь, сухой, и у меня такое понимание, что у вас начинается как будто новая какая-то фаза в жизни, не фаза, мы не любим всякие такие термины, но тем не менее, даже на этом курсе вы просто почувствуете, как сила наполнит вас, и все, что было мертво, все, что умерло, что высохло, что лишилось влаги, то есть жизни, оно приобретет такую сочность, жизнь, она расцветет новыми красками, идет такой поток понимания у меня, что много будет исцелений именно в душевной сфере, именно через какие-то душевные терзания, страдания, разбитые отношения, вот именно через этот курс вы почувствуете, как жизнь она вернется. Жизнь, она заполнит круг вашей жизни, все начнет цвести, у меня сейчас такое слово весна, это пусть оно сейчас у нас не по сезону, но пусть у нас всегда будет этот сезон цветения, этот сезон весны, ты можешь прямо сказать, что да, у меня сейчас начнется весна, и когда зимой ветку ты ломаешь, она ломается быстро, потому что заморожена, а когда приходит весна и течет этот сок, то есть жизнь течет внутри, ты можешь ветку пытаться разломать, но она не ломается, она гнется, она становится эластичной, поэтому становись эластичной, и вот я говорю и я понимаю, что вместе с этим вы почувствуете, как вернется жидкость междусуставная, все эти кости, которые как трубчатые, так и внутри, они наполнятся жизнью, потому что потому что сухие кости, они, это не наше, я просто вижу, как все оживает, как эти кости, они наполняются жизнью, аллилуйя, спасибо тебе, отец. Время настало, у смокровницы ветки стали мягкими, это сезон, это вечный Божий сезон, еще я чувствую это течение помазания сейчас прямо на мозгу, друзья, принимайте сейчас это помазание на разум, премудрость Божья, она обитает с разумом, конкретно дух премудрости, он обитает с разумом, отец, я благодарю тебя, давайте сейчас несколько мгновений, несколько минут, просто начнем молиться на языках, я чувствую это нужно сейчас, чтобы каждый, кто нас смотрит, начал молиться духом, высвобождать слова благодарения, отец, я благодарю тебя, ай, спиларамай, сафьёра, бастияра, мэсэй, ким, фоу, ра, сафлайрис, юна спилив, он сопли, юна спилив, он сопли, респонас, элейх, оплывай, сафьёра, мэсэй, аллилуйя, отец, произноси сейчас эти слова из духа, я вижу сейчас, как идет конкретно влияние на сознание, даже из того, что ты говоришь, те слова духа, которые ты произносишь, они просто физически меняют твою головную, головной мозг, кору головного мозга, это сейчас особое служение духа, особое служение духа твоей голове, твоему ковчегу, над которым является присутствие Божье, его свет над головой, ковчег завета, ковчег, над которым являлось присутствие, его носили на плечах, как мы говорим, что мы носим голову на плечах, это конкретный прообраз, вот он, ковчег, присутствие, вот оно, око Господне, просвещение сейчас происходит, просто идет освобождение от головной боли, от усталости, от хронического недомогания, вот такой, как усталость, немощь, это конкретно все через голову происходит, сила просто приходит в тело сейчас, желудок исцеляется, я увидел, желудок сейчас исцеляется, отец, я благодарю тебя, я благодарю тебя, будь под этим потоком, течение сейчас идет, будь под этим потоком, пусть головные боли уходят, зажимы в затылке сейчас уходят, чтобы кровоснабжение восстановилось, сейчас дух служит твоей голове, течение идет, отец, я благодарю тебя, зрение восстанавливается, прямо зрения восстанавливается, слух восстанавливается, все, что на голове, обоняние, отец, я благодарю тебя благодарю тебя у кого-то после к вида обоняние еще не восстановилась сейчас это происходит во имя иисуса во имя иисуса отец я высвобождаю твои помазали эту силу для восстановления для восстановления я сейчас вижу такое видение как головной мозг он сияет прямо свет источает свет источает свет ты сейчас можешь почувствовать прямо увидеть как голова наполнилась такой ясностью таким белым светом легкости легкость отец я благодарю тебя благодарю тебя благодарю тебя пусть это сейчас стекает от тебя стекает стекает просто отдавать этим чувствованием помазали чувствованием духа это место прямо покажи на свою голову скажи это место престола это место высокой могущественной энергии она источает молнии и вибрации она все меняет престол из-под которого течет поток скажи несколько комплиментов своей голове скажи мой золотой мозг мой чудотворный разум мой мое потрясающее мышление халлюя друзья спасибо отцу давай еще раз поблагодарю его скажи несколько слов благодарности скажи что ты любишь его что для тебя счастье быть его сыном халлюя небесная цивилизация мы с вами находимся в одном месте духа в высоком месте славы я все время это напоминаю потому что твое созерцание на каждый день это это видение да то есть твои открытые глаза которые видят что ты находишься где вы приступили вместо торжества где ангелы где святые где невероятные возможности где престол где кровь завета где где не тление и вы можете питаться всем этим здесь это не могут делать служители земных скиньи написано они не могут брать от этого жертвенника то есть они не могут питаться этой пожитью на которой мы сегодня как раз будем говорить вы должны знать дорогие друзья что все у нас умножается все у нас расширяется и у нас большие планы мы хотим весь континент мы постоянно просим у отца чтобы он нам дал народы просим мы не для того чтобы его уговорить но это его повеление проси у меня народы он хочет эти народы открыться им открытием свое имя как отец да мы говорим что сын он открывает самое главное имя бога имя это отец и поэтому кто может открыть отца кроме сына и он мотивирует он говорит проси у меня я дам их наследие тебе дам тебе народу это его желание и поэтому нам нужно очень мощно оперировать в мире сына божьего владеть разными сверхъестественными инструментами и когда мы об этом задумались какое-то время назад отец стал нам показывать и первое самое главное до того что мы погрузились и что мы нашли это зеркало славы зеркало славы это такой инструмент для познания себя как сына божьего который мы смотримся открывая все новые и новые ипостаси сына что это означает это означает что когда ты смотрим зеркало славы ты видишь что ты и это и вот это и и еще что-то да все что говорил о себе сын божий все что все что говорил о себе иисус все что о нем сказано в писании ты открываешь это в себе вот что такое зеркало славы и поскольку у нас открытие курса домашний портал и я напоминаю что многие люди они иногда спрашивали нас часто писали ну зачем эти слова это все из эзотерики вот это портал и что это вообще за слово такое библии такого нету но я сегодня на открытие курса хочу четко ясно напомнить и сказать что портал это нормальное слово означающая парадный вход куда-либо то есть портал это парадный вход это не черный вход поэтому здесь не может быть никакой эзотерики да это не не заднего двора что называется не из черного входа не с окна это конкретный парадный вход портал когда мы сегодня говорим вот это современное слово портал мы употребляем его исключительно в целях оживления смысла потому что когда мы говорим дверь например это нормальное слово но в наш век дверей столько они и такие и такие деревянные и железные смысл в проеме понимаете друзья смысл не в приспособлении которое движется на петлях или поднимается или она раздвигается как купе не в том-то и дело что слово портал она наиболее ясно отображает свободный вход проем и как мы еще иногда шутим там дырка в небо да поэтому мы его употребляем для того чтобы возбудить интерес возбудить смысл изначальной двери вообще открыть свободный вход скажи со мной вход и сегодня мы затронем чуть-чуть тему вообще что такое портал да и вот это движение туда и назад войдешь и выйдешь и пожить найдешь но также почему курс называется домашние порталы потому что это будет связано с таким явлением как дверь только объединенные и хочу сказать друзья что бог посреди иисус сказал где двое или трое собираются там я посреди них это означает что уже не двое и не трое и и вообще не не 5 не 10 а явление сына божьего и самое главное я напоминаю что это явление уже не внутри а посреди и смотрите как интересно мы говорили об этом на прошлых наших открытиях курса мы говорили что это единственный вид если так можно сказать божьего присутствия который невозможно пережить в одиночку то есть если ты говоришь я один никого нет как испытать божье присутствие которое посреди них а этот вид божьего присутствия друзья и это важно понимать прежде чем ты начнешь учиться или повторять этот курс этот вид божьего присутствие это высшая небесная реальность написано что вы знаете книга откровения она практически заканчивается словами ну там есть в последних главах такое и картина царство божьего когда говорится и бог будет обитать посреди них то есть там вот спасенные народы там как хотите это называть он будет обитать посреди них этот вид божьего присутствия делает так что мы нужны друг другу что мы кроме всех сверхъестественных возможностей мы чувствуем эту зависимость друг от друга знаете когда мы называем даже что общение это жертва угодная богу он настолько этого хочет что независимо даже насколько ты сегодня хочешь вообще этого на он говорит но если тебя нету желания то пусть это будет как жертва пусть это будет как необходимость сегодня на нас иногда говорят что мы якобы учим что можно вообще там не надо не собрали ничего никто тебе не надо мы никогда так не очень вот этот курс домашние порталы он убедит тебя во многих вещах от которых может ты сам отошел или охладел по отношению друг другу особенно некоторые уроки и знаете друзья учение о новом творении вот послушайте меня учение о новом творении когда ты осознаешь что ты новое творение что ты родился от духа что ты дух рожденный от духа на самом деле это учение это начаток учения христова самый начаток потому что как мы будем мыслить что бог посреди нас и как мы будем мыслить что мы во имя иисуса то есть по сути единый сын если мы даже не осознаем что мы новорожденные что мы новое творение что мы сыны божьи это невозможно вот поэтому учение о новом творении как вот ты когда к себя вникаешь кто ты вообще кто ты теперь это начаток учения христова но все идет к тому друзья мои хотя и это тоже важно что мы нужны друг другу есть определенные принципы единства принципы объединения принципу высвобождения силы славы божьей великих ответов через вот этот принцип двое или трое или как я говорю когда вы собираетесь вдвоем иисус посреди вас то иисус является дверью то есть животворящий дух в этот момент если так можно сказать он является посреди прямо в пространстве и это реальный могущественный способ практически наполнять славой или введением славы материализации славы ну как вот явление славы божьей пространство земли это очень важно и смотрите как сказано что если двое согласятся о чем-либо просить на земле там будет все что не попросят по сути дела говорят на земле становятся двое которые умножают владычество умножают могущество и явление славы таким образом что ею наполняется пространство земли это не тот момент когда они исполняются лично сами лично я вот наполняюсь духом я погружаюсь дух я облекаюсь дух много из терминов показывающих как это может происходить прямо со мной но есть такие вещи такие принципы которые отец специально заложил чтобы это были мы когда он двое трое и так дальше это является таким порталом прямо в пространстве вы все это можете услышать на курсе его друзья представьте сегодня я хочу просто показать вам что вот эти вещи использование этого принципов портала входите выходить это великий инструмент праведности божий которая дана нам смотрите римлянам 10 глава я вам просто хочу это показать говорит пятый стих моисей пишет о праведности от законов следующее моисей пишет исполнившие его человек будет жив им и он говорит что человек будет жив человек который ищет праведность от закона он будет иметь пожить то есть его пожить это сеяние жатва закон вы знаете он устроен таким образом что человек сеет то и пожмёт это закон цели жатвы это есть закон правильную праведности от закона человек получает по делам если он не сеет он не жнет если он делает так получают это делает вот это получат это то есть праведность от закона это практически закон сеяния и жатвы и дальше продолжают и говорит слушать внимательно а праведность от веры так говорит она говорит вот что не говори в сердце твоем кто взойдет на небо то есть христа свести или кто сойдет в бездну то есть христа из мертвых возвести смотрите простые вещи кто-то часто вникает в это и я вот слышал рассуждение мне нравится вот что павел который писал эти строки он говорит во первых праведность от веры она не говорит о том что на небо надо взойти чтобы иметь дело с христом услышали потому что я это говорю к тому что многие люди они сегодня говорят и у меня я посещал небеса я там встретился с иисусом я говорил с иисусом я там найти ну и разные вещи я не против пожалуйста можно это говорить можно рассказывать свой опыт но павел говорит что праведность от веры праведность которая вдохновлена верой если так хотите сказать она не ищет возможности попасть на небеса чтобы свести христа или иными словами вступить с ним в общение мы здесь то же самое в бездну ну то есть вот написано или кто сойдет в бездну чтобы христа из мертвых возвести мы сейчас не будем вникать про бездну я вам сейчас говорю вот про эти вещи вхождение в невидимое то есть и небеса и бездна это невидимый мир который между прочим принадлежит сыну божьему написано он имеет ключи от ада от смерти небеса небес не вмещают его мы говорим о том что он зашел превыше небес чтобы наполнить собой все еще давид говорил что и преисподню сойду и танкой я сегодня говорю вот о чем праведность от веры друзья мои она имеет вход и выход она не ищет человека который с неба что-то принесет и самое это первое она не ищет человека который что-то принесет с неба и она не ищет возможности каким-то образом попасть на небо смотрите и она 10 9 наши одно из любимых мест про портала иисус говорит я есть дверь кто мной войдет тот спасется войдет и выйдет и пожить найдет и как я уже сказал многие думают что избранные всходят на небо они путешествуют праведность от веры не спрашивает кто взойдет кто те люди которые были на небесах и могут что-то нам рассказать иисус этим заявлением он говорит ты и есть тот человек который взойдет и выйдет и пожить найдет то есть нам не нужен представитель который от нас поднимется на небо он говорит сегодня этот человек ты вообще-то возвращаясь моисею друзья я хочу сказать напомнить вам что он был тем человеком который взошел на гору и принес заповеди и когда он говорил про эти заповеди что горит не спрашивайте кто может принести эту заповедь с неба или из-под земли из-за морей каким образом можно услышать эти слова он дал людям заповеди но когда наставлял их о жизни в земле обетованной он произнес вот эти слова перед когда ты войдешь землю обетованную тебе нужен тебе не нужно будет искать человека внимание тот человек моисей который принес заповеди вдруг он наставляет своих последователей что когда вы войдете в землю обетованную вам снова понадобится слово но это уже будет не так как я вам принес заповеди это уже будет таким образом что все это будет внутри тебя когда мы сегодня говорим о входе и выходе о том чтобы иметь соотношение с небесами да то есть не не мы нам не нужен человек моисей моисей на самом деле был тем человеком который получил возможность делать чудеса жить сверхъестественную жизнь он делал многие вещи он встречался с отцом как написано лицом к лесу но представьте ведь он это делал не из-за того что он жил по заповедям да он не это было достигнуто не тем что он сидел или там жил как-то исполнял заповеди и за это получил доступ сначала он получил доступ и тогда он принес заповеди принес слова и праведность по вере праведность от веры или праведность которую мы имеем в духе животворящим как написано что в нем мы имеем доступ она действует с точностью да наоборот это не происходит потому что ты исполняешь что-то или какой то есть человек который тебя соединяет с небесами это происходит потому что он говорит кто мной войдет спасется иными словами я тебе прямо говорю входя один раз ты становишься этой же самой дверью становишься тот тем кто является дверью и тем кто входит и выходит именно это ипостась которую принес иисус он сказал я есть дверь и я есть входящий и выходящий таким образом ты однажды соприкоснувшись с сыном божьим увидев эту ипостась написано ты когда видишь славу божью ты преобразовываешься в тот же образ иными словами достаточно одного раза увидеть сына божьего или как он сказал войти мною чтобы спастись и потом иметь эту ипостась входить и выходить и находить пожить пожить это ответы как моисей сказал что тот кто живет законом все они и жатва вот по свои по своим делам и получают то есть он жив будет написано им чем исполнением закона тот кто входит один раз сыном божьим в этот портал портал сына божьего становится этим портал то есть тебе для того чтобы обитать в небеса для того чтобы обитать во всех измерениях которые предлагает царство божий тебе не нужно искать человека и тебе этим тебе не нужно искать откровение тебе не нужно для того чтобы иметь пожить жить по закону сеяния и жатва то есть по закону своих дел у тебя есть великое привилегия быть порталом ровно ипостасью сына божьего и представьте что эти возможности сверхъестественные они связаны с правильным то есть павел когда говорит об этом в зайти сайте ссылаясь на иисуса ссылаясь на моисея он представляет нам новую концепцию обитания в небеса он говорит сегодня это внутри тебя сегодня ты это дверь сегодня тебе не нужен человек моисей который всходит и что-то тебе рассказывает как он был на небесах сегодня это близко сегодня это внутри и он точно так же вы знаете друзья он услышал этот призыв взойди сюда скажи со мной сегодня этот призыв взойди сюда халлюя и павел когда говорит галатам он пишет помните когда я говорю что моисей он получил свои чудеса возможность жить сверхъестественной жизнью не потому что исполнял закон не потому что он что-то сделал и павел как будто ссылаясь на эти строки он говорит в послании галатам он говорит разве по делам закона вы получили сверхъестественные переживания разве из-за того чтобы были хорошими мальчиками и девочками на вас изливался дух святой нет нет вы знаете что когда мы читаем что павел приходил в иерусалим и делился с апостолами вот эти сверхъестественные проявлениям пробуждением которые он делал среди язычников он называл это открытой дверью он говорит здесь написано деяние 15 4 по прибытии в иерусалим они были приняты церковью апостолами присвитерами и возвестили все что бог сотворил с ними и как отверст дверь веры язычникам то есть вот о чем мы говорим сегодня друзья что праведность которую мы имеем по вере это не просто убежденность в мозгах это надо сейчас услышать друзья праведность это дверь позволяющая свободное обращение видимое и невидимое ты иногда думал что вера это такое на что надо напрягать как мышца какая-то духовная что вера это убежденность мозгами на самом деле вер вера это дверь павел говорит дверь веры и в этом месте который я зачитал он говорит что с этого времени представьте с этого времени то что мы называли всегда верой как убежденность уж это типа какое-то получение с неба он говорит это вход вход позволяющий себе больше не ждать посланников вход позволяющий тебе самим собою как сыном божьим входить выходить и находить ответы не из-за того что ты сделал как законники да когда они сеют жнут и что-то имеют а из-за того что ты однажды соприкоснулся с ипостачью божьего сына увидел вошел в это стал этим преобразился в тот же образ каков небесный скажи со мной это каков небесный таковы и небесные таковые небесные и поэтому друзья я хочу сегодня чтобы вы понимали что портал которым ты являешься это не просто какой-то знаете придуманная идея это одно из свойств божьей праведности это одна из ипостаси сына божьего в которую ты преображаешься когда смотришь на него впервые и для чего мы сегодня хотим делать эти объединенные порталы для чего мы получаем откровение что есть еще порталы в пространстве потому что нас сегодня ждут великие дела у нас сегодня ждет расширение мы не хотим жить просто находить пажа для себя написано что когда иисус говорил о себе как о двери он горит я дверь овцам пажить которую мы обнаруживаем в этой двери в этом проеме в этом портале она нужна многим многим личностям сегодня знаете когда мы говорим слово овцы на самом деле хочу сказать со всем сынам на самом деле овцы это те кто еще не столкнулся с тем что они сами являются дверью сами являются входом на пажить сами являются теми кому уже давным-давно пора распахнуть себя настолько чтобы ну извините вот за такое созерцательный образ чтобы овцы входили тобою находя злачные пажите смотрите сегодня вот мы с олечкой служим вдвоем уже не один год и множество людей вот серьезно услышит голос из этого объединенного портала голос сына божьего вошли нами на новые пажите я просто без всякого стеснения скажу вошли нами на новые злачные пажите научились входить и выходить и уже давным-давно сами открылись как порталы сами открылись как двери сами открылись как проемы на эти пажите многие вас увидели новую жизнь практически я сегодня смотрю у нас некоторые ангелы светильников сейчас какое-то движение такое семейное до образовалась вот в ростове там константин сегодня вот реально с помощью его служения он сегодня как портал со своей женой объединенных туда люди стали входить находить пажить находить ответы все своих семейных ситуациях что это еще полтора года назад мы встретились и они знаете пришли к нам не буду верить там каком состоянии но их свидетельство она сильная они ожили они нашли пажить войдя нами сегодня они уже являются дверью для сотен людей которые входят ими вот так работает этот принцип смотрите я хочу чтобы это уловили иисус говорит кто мной войдет спасется войдет и выйдет и пажит найдет спасение слова спасения это преобразование нам сегодня не нужно постоянно опять искать что-то или встречаться с иисусом снова и снова ты когда преображаешься в эту ипостась становишься дверью каков небесно таковые небесные тебе не нужно постоянно входить в дверь спасения однажды войдя туда ты преобразовываешься как это работает я все время привожу этот пример с брачным пиром с торжеством написано что все люди которые все посетители которые входили они были автоматически облекались в праздничную одежду то есть вход он означает полное преобразование никто не мог попасть в этот пир в какой-то странной другой одежде то есть вход он является облачением вместо ты как облегся в этом место и потом ты являешься представителем этого места называется сыны чертога брачного сыны этого места и поэтому сегодня каждый из нас вошел войдя однажды этой дверью уже становится этой дверью сам становится сыном этого места не просто даже сыном божьего я хочу сказать сыном царства входом халлилюя и написано что войдет и вы же выйдет пожить найдет также написано что предверника творят это много наших видео вы можете пересмотреть заново святой дух сотрудничает с сынами которые на которым открылось что они входящие выходящие что они являются этим порталом сегодня наша задача людей сынов с таким откровением соединять чтобы они уже познавали высшую небесную реальность в которую вошли на самом деле где двое или трое собираются и отец обитает посреди них мне сегодня очень хочется друзья чтобы повсеместно как мы говорим за континент но и не только по всей земле мы могли физически видеть как пространство земли являет божью славу чтобы люди они могли исцеляться прямо в городах независимо от того возложил ты на них руки или нет независимо от того там даже прикоснулись мы к ним физически как-то встретили что-то говорили или нет я верю что это сила вот таких вещей вот этого откровения об объединенных порталах я хочу чтобы божье присутствие вот именно такое которое является в пространстве они только внутри тебя не даже на тебе а именно в пространстве находилась в каждом доме чтобы входя в твою квартиру человек проваливался в этот портал просто проваливался в сынах проваливался в этот ход сразу находил пожить чтобы человек заходя в твой чат в твой зум проваливался в этот портал это то за что отвечает присутствие посреди это мощно друзья и поэтому конечно тебе надо учиться на этом курсе еще раз я хочу подвести итоги мы сейчас помолимся павел учит он говорит с посмотрите на мысея буквально он цитирует его слова когда я был с вами моисей в этом письме вы можете почитать это книги второзакония моисей дает наставление людям о том как они войдут в землю обетованную он горит ну по сути я был с вами я принес вам заповеди я был тем человеком который входил выходил представлял вам откровение но когда ты войдешь в землю обетованную таким человеком станешь ты он говорит тебе уже не надо будет а где моисей а кто нам приведет а кто нам достанет а как мы войдем а как ну кто нам поможет он горит не с того времени как ты войдешь в землю обетованную ты станешь той личностью у которой все находится внутри аллилуйя и павел берет эти слова цитирует применительно к верующим в риме он посылает им это послание он говорит ребята вы не поняли о чем моисей говорит ведь моисей не был тем человеком который имел сверхъестественную жизнь из-за заповедей он был имел сверхъестественную жизнь из-за того что мог входить и выходить и пожить находить сводить манну с неба делать чудеса и вы сегодня имеете этот вход и выход не потому что павел не потому что я конечно не потому что кто-то потому что вы и есть этот вход нету больше небес которые находятся далеко нету больше бездны которая находится слишком глубоко сегодня все находится внутри тебя ты этот вход ты этот портал тебе не нужно больше искать посланников, которые скажут, знаете, я был на небесах у престола, Иисус такой, Отец такой, говорит, нет, это время закончилось, потому что если ты в земле обетованной, если ты знаешь, что Царство Божие, это здесь и сейчас в Духе Святом, как написано, в нем вы имеете свободный ход, то зачем тебе оставаться в этом невежестве, в неведении, в этой слепоте, а если ты уже открыл себя как портал, зачем же тебе не двигаться дальше, я представил тебе в высшую небесную реальность, это Бог обитающий, познание Бога обитающего не просто в тебе, а вокруг тебя в пространстве, я хочу сделать континент, как минимум, а вообще моя мечта, это мечта Отца вложенная в меня, увидеть славу Божию, которой наполнена вся земля, сегодня мы мыслим об этом как о входе, о выходе, как об открытом небе, но если честно, небо и земля соединены, и мы сегодня представляем людям явление славы Божией прямо в пространстве, я верю, что наши ходатайственные порталы, они сегодня преуспевают, люди иногда исцеляются, просто входя на их молитву, в зум какой-то, я верю, что наши ходатайственные порталы, эти объединенные, где уже сотни людей собираются, высвобождают из этих принципов славу Божию, сегодня из-за них уже меняется лицо земли, и я хочу сказать, когда трансляция прервалась, я тогда это говорил, и я повторю это, чтобы это было ясно, друзья, настало время использовать все эти инструменты, это то время, о котором говорил Иисус, когда увидите, что мир тоже загибается от бедствий, от страха грядущих бедствий, это время, когда вам надо восклонить головы, это время, когда это, как я говорил, это ваш звездный час, и этот час настал, сыны своим влиянием, своим единством охватят, как единое тело сына, как единая его слава всю землю, неважно, находишься ты в этой точке земли или нет, если кто-то хотел, знаете, думать, а как нам достичь мусульманских стран, а как нам там каких-то аборигенов, которые туда только сунуться, тебя там живем съедят, вот, друзья, время, когда, знаете, надо идти и завоевывать эти земли кровопролития мясом, ну, когда отдавать себя в жертву, оно закончилось, на самом деле оно закончилось, мы сегодня имеем такую власть влиять на эти земли, влиять на эти народы, не находясь там физически, конечно, туда и физически надо будет доехать, но это будет совершенно другая земля, я верю вот в какие вещи, самые недостижимые народы, они будут достигнуты ходатайством, когда массово у этих народов начнут быть видения, сны, когда явления духа и силы будут просто настигать целые сословия, целые роды, не из-за того, что туда кто-то пришел или приехал какое-то помазание, открытое небо мы можем демонстрировать, находясь здесь, делая это прямо там в духе, поэтому если ты еще сомневаешься, мой друг, я хочу сказать, что нам надо этому научиться, мы уже продвинулись, мы неплохо продвинулись, я даже не знаю еще какого-то такого движения, где это так культивируется, ходатайство, объединенный портал, когда каждый Сын Божий снова и снова осознает себя этой открытой дверью, нам надо обновиться в этом, поэтому если ты вдруг забыл, если учение о порталах, оно угасло немного в твоей голове, мы сегодня на пятом потоке даем тебе еще одну такую возможность, познать эту силу, один из элементов основных праведности Божьей, входить, выходить свободно, находить ответы, быть открытой дверью для многих-многих овец, вот понимаете, друзья, поэтому Сын Божий это не овца, овцы это кто еще не знает Сына Божьего, но узнают его голос, о там мое спасение, однажды войдя тобой как Сыном Божьим, а не стану сынами, через которых новые и новые овцы будут входить целыми табунами, халилюя, сейчас я хочу помолиться, друзья, табунами входят лошади, а овцы стадами, да, хорошо, стадами, но я верю, что у нас должны быть такие овцы, которые будут выглядеть как лошади, большие, от которых дрожит земля, вот такие овцы нам нужны, да, вот, и если ты хоть что-нибудь уловил, ты просто должен запомнить, что портал это ты, свободный вход и выход, ты же входящий, на тебя работает Дух Святой, преддверник, он помогает тебе, ты должен знать, что объединенный портал за двое или трое это круто, потому что мы нужны друг другу, это реально такой принцип любви, да, и ты должен знать, что Божье присутствие именно в пространстве, его сила, его слава, она является вот таким образом, это сделано специально, друзья, я могу эти принципы объяснять из точки зрения квантовой физики, там и чего угодно, ну, все эти вещи, они имеют не просто какой-то мистический характер и, конечно же, не религиозный, они имеют прямое отношение к влиянию, к материи, к свету, и это нам надо освоить сегодня, нас долгое время просто кололи, рубили как хотели, там, сеяли какие-то разделения, мы думали, что единство это просто моральный фактор, ну, давайте уже помиримся, люби друг, слушайте, объединенное присутствие, явление присутствие Божие через объединение, это совершенно не то, чтобы быть хорошими мальчиками и девочками, вы понимаете, что единственный способ по сути генерировать силу, славу и присутствие Божье в пространстве, влиять именно на землю, чтобы это проявлялось по всей земле, это вот это, потому что Бог написано обитает посреди, и если вы хотите, мечтали когда-то в религии, думали, я попаду на небеса, мы там все будем в мире, все будем там, ну, такими, прямой Бог посреди нас, это нужно сделать здесь и сейчас, вы видите, что он говорит, праведность от веры, она не требует сходить никуда, праведность от веры, она не требует сходить под землю, чтобы обнаружить царство здесь и сейчас, это в нас, друзья, это через нас, а самая главная конечная цель, чтобы это было посреди нас, вот это и есть то, о чем мечтают все религии, рай на земле, но сегодня мы этот рай можем культивировать не только, знаете, в масштабах там всей земли, мечтаю, что когда-то глобально там что-то будет, это может происходить вот знаете, на уровне твоей там общины, там на уровне двух-трех человек, Иисус сказал, он говорит, он даже два человека достаточно, чтобы присутствие, вот о котором мы сегодня говорим, открывая тему портала, достаточно двух человек, чтобы Божье присутствие являлось в пространстве очень сильно, вся пажить являлась прямо из воздуха, и кстати, я хочу вам сказать, что вот многие там пишут, вот у меня там не проявляются сверхъестественные вещи, самый быстрый способ добиться проявления сверхъестественных вещей, это делать это вдвоем, втроем после курса домашние порталы, увидев как это будет, и как я обещал, друзья, будет тринадцатый урок для всех, кто закончит курс домашний портал, это будет очень особенный урок, я даже это вижу, потому что нам не удавалось год его просто вложить, точно так как и меч Соломона, когда я спрашивал, ну как можно было год назад отдавать меч Соломона, никак, вот сейчас уже время подходит, мы его дадим, хорошо, драгоценные, я вас поздравляю, если вы еще не записались, быстренько, уже пишут, да, я знаю, быстренько записывайте через Олечку, Катю Легчак, всю нашу техническую команду, мы вас поздравляем, наш день открытых дверей, день открытого портала, открытых небес, произошел, и мы вас ждем на первый урок уже в понедельник, и это будет славно, славно. Друзья, я хочу еще помолиться в конце, пожалуйста, сейчас нужно вот что сделать, когда вы закроете свои глаза, я хочу, чтобы вы увидели себя открытой дверью, я сейчас прямо вот говорю и вижу это видение, этот проем, без контура, просто проем, как вот действительно открытое небо, внутри человека. Можешь сейчас увидеть вместе со мной это, закрой свои глаза. Это очень важно, потому что сейчас я еще буду делать объединенный портал с Олечкой, и кто-то сможет воспользоваться этим, и прямо найти свою пажить. Сейчас пока что просто ты должен увидеть себя открытой дверью. Внутри тебя есть пажить, которую Отец хочет проявить не просто в твоей жизни, а сделать так, чтобы множество тех, кто не знает, не входил этой дверью никогда, пришли питаться сюда. Если ты служитель, если ты просто знаешь, что ты хочешь видеть умножение этих Божьих стад, чтобы люди устремились, тебе нужно понять, что пажить она находится внутри тебя. можешь поднять свои руки, как верх и врат, увидеть внутри себя этот проем Божьей славы. Там есть все для всех, для каждой обвечки, которая может направить свои глаза на тебя. она должна увидеть там, пажить. Предверник Дух Святой помогает тебе сейчас. Написано, предверник отворяет. Ты хочешь обнаружить в себе это открытое небо, прямо увидеть себя. Дух Святой прямо сейчас, это обещание, это не просто какая-то картина, это обещание. Предверник отворяет. Тебя отворяет сам Дух Святой, чтобы множество овец могло входить и выходить. Чтобы ты сам имел это полное познание о своем перемещении между разными измерениями, реальностями. Все в тебе. И сейчас мы хотим высвободить это Божье присутствие, которое здесь посреди нас, я и вот Олечка, я хочу, чтобы ты прямо глядя сюда, между нами, вот в это расстояние между нами, где сейчас является слава Божья, прямо сам вошел в свою новую славу, в свою новую пажить. Мы служим друг другу, как вы, так и мы. И если ты хочешь, если у тебя есть это стремление перейти в новую славу, перейти в новый уровень своего служения, своего успеха, ты можешь просто сейчас посмотреть сюда, как написано, куда смотрят твои глаза, да, и сказать, я вхожу. Я вхожу, я выхожу и пажить нахожу. Скажи это, я вхожу, выхожу и пажить нахожу. Я имею все обеспечение, имею все необходимое. А самое главное, я обретаю еще больше познания о сверхъестественных способностях себя, как Сына Божьего. Войди сейчас этой дверью. Возьми свое познание. Возьми свое просвещение. Возьми свое помазание. И если не хочешь продешевить, если не хочешь гоняться за глупостью, если не хочешь быть движим малыми целями, возьми сейчас эту способность мыслить сверхъестественно о себе, как о Сыне Божьем. Как написано, способность эта не от нас, она от Духа Святого, мыслить сверхъестественными категориями, чтобы оперировать в мире Сына Божьего. Просто можешь встать прямо и верой сделать шаг посреди нас. Выйди из своих проблем и войди в свое новое измерение славы, новое сияние успеха. Это твое. Это твое. Это твое. Амин. Дорогие друзья, я думаю, что кому-то из вас нужно еще раз пересмотреть это видео. Оно будет в записи буквально через пару часов. И обязательно еще раз помолитесь с нами. Мы вступаем реально, я буду этот курс «Домашние порталы» проходить еще раз вместе с вами. Мы вступаем реально в наше новое измерение славы. Небесная цивилизация. Это все самое интересное еще только начинается. Мы благословляем вас. Мы благодарим каждого, кто молится, ходатайствует за нас, поддерживает нас своими финансами. Вы молодцы. Мы просто очень гордимся, что мы вообще одна команда и одна семья. Мы любим вас. И в воскресенье встречаемся в прямой трансляции. И кто-то приедет в Одессе на наши вечеринки. Аминь. Мы любим вас. Пока. 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 Портал — это невидимое присутствие Сына Божьего, как двери из невидимого в видимое. Вы можете дырку в небе сделать прямо у вас в комнате. Запомните, друзья, высшая небесная реальность — это скиния, где Бог посреди людей. Я верю всем сердцем, что именно такой подход позволит многим людям явным образом сталкиваться с Сыном Божьим.